МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качество. Потребители и производители товара и услуги. Статисты почитали, за последний год каждый из нас в среднем стал тратить на 10-15% больше. На приладках рынков и магазинов тысячи товаров, в сотне разных марок. Предложение с каждым годом увеличивается. Появляются новые предприятия, фабрики со своей аналогичной продукцией. Как сделать правильный выбор среди всего этого многообразия? Спросим у людей, как они выбирают товары. Вообще, если это продукты питания, смотрю на состав, на дату, на упаковку. Соотношение цена-качество. Смотрю, выбираю. Как бы я ни смотрела, особенно продукты, придешь домой, принесешь, оно оказывается некачественным. И часто приходится делиться с уличными котами. Мы безвыборно. Нам что купили, то мы и съели. Благодаря детям живем. Трачу на покупки достаточно время. То есть я стараюсь не делать все это слишком быстро. То есть если я иду за продуктами, то я проверяю все сроки годности. В Донской, наверное, все производится ближе нам. И поэтому и покупаем в Донской. Пшеница хорошая, в Донской. Овощи, фрукты тоже хорошие. Меньше, кажется, самое химикатого. Потому что Запад, откуда получаем большую часть этих дел, все отравлено. Красивая картинка для питания, для здоровья. Кроме Рязани ничего не получается. Вы что покупаете и почему? Почему вы выбираете продукты? Потому что поддерживаю производителя отечественного, своего Донского. На прилавки магазинов и рынков Ростовской области каждый месяц поступают тысячи товаров из разных уголков региона. По официальным данным, в сфере потребительского рынка работает 26 тысяч организаций и предприятий и 77 тысяч индивидуальных предпринимателей. Регулярно отслеживает качество и безопасность Донской продукции Центр стандартизации метрологии и испытаний. Под их контролем в 16-й раз проводится конкурс «Лучшие товары Дона». Традиционно первые места занимают производители Донские. Это производители мясной и молочно-масло-жировой продукции. В настоящий момент, на сегодняшний день, уже подведены итоги регионального этапа «Лучшие товары Дона». У нас сформированы были региональные экспертные комиссии, которые уже закончили свою работу. Состоялись общественные выезды и смотры предприятий, которые показали действительно высокий уровень качества выпускаемой продукции, подготовки предприятий, оснащение высокотехнологическим оборудованием. Гордиться можно и мясной продукцией. Исследования показали, что все ингредиенты качественные, сырье натуральное. На должном уровне и предприятия, выпускающие самолеты, вертолеты и сельхозтехнику. Также хочется отметить, что очень достойно выступают предприятия, которые производят продукцию легкой промышленности. Они выпускают в основном достаточно высококонкретно способные изделия. Это одежда для детей и взрослых, это постельные принадлежности, которые в основном эти производства сосредоточены в таких городах Ростовской области, как Таганрог, Шахты и Донецк Ростовской области. Совершенно не боится жестких критериев оценки своего товара руководство предприятия по изготовлению мобильных заводов производства бетона. За 10 лет товар зарекомендовал себя как надежный и качественный, не только в области, но и за ее пределами. Мобильные конструкции уже приобрели предприниматели более чем из 10 городов России. География поставок расширяется постоянно. Главная идея, что на месте не стоять и нужно совершенствовать эту продукцию. Заказчик это чувствует и он будет получать изделия более высокого качества с каждым разом. Ну, соответственно, и соответственно, будет доволен и мы будем, соответственно, довольны, потому что нас, он нашу продукцию покупает. В Донском регионе нас будут знать хорошо, мы конкурентно способны. И товар, и ростовчане, и жители Дона будут довольны тем, что эта продукция выпускается на Дону или гордится даже. Всю информацию о продукции донских победителей можно найти в банке данных конкурса. Впрочем, специалисты советуют заглянуть и в итоге исследование товаров, привезенных из соседних регионов. Однозначный вывод можно сделать, особенно вот в летний сезон мы об этом всегда говорим, что чем ближе продукция произведена к конечному потребителю, тем больше потребитель защищен от того, что он приобретет некачественную продукцию. Мы, допустим, при исследовании кондитерской продукции встречали кондитерскую продукцию, которая приезжала к нам из-за Урала и так далее. То есть, ну, вот мороженое исследование, то же самое, у нас есть и такие факты. И здесь, естественно, возникает очень много рисков с точки зрения того, как эта продукция транспортировалась, как она хранилась по пути к покупателю. Особенно это касается скоропортящихся продуктов. Статистические данные говорят о том, что молоко, кефир и творог, привезенные из соседних регионов, очень часто попадают на прилавки с нарушением микробиологии. И одна из тому причин – слишком долгая и неправильная транспортировка. Продуктовые фуры преодолевают по 500 километров в 30-градусную жару, а высокий температурный режим кузова не успевает охладиться до нужного предела. Но если все же вы купили испорченный товар, просроченный продукт, одним словом, нарушены ваши права клиента и заказчика, за помощью можно обратиться в отдел защиты прав потребителей или в общественную приемную. Совершенно бесплатно вам помогут правильно составить претензии, расскажут, куда ее направить. Много полезной информации, телефонные справочники и адреса контролирующих ведомств можно найти на официальном портале www.zpp.don.ru. Кроме того, на все вопросы ответит специалист по телефону горячей линии 8-863-30-10-10-3. Кроме того, есть на нашем сайте так называемая программа «Виртуальный юрист», где можно за несколько простых шагов сформировать грамотную, юридически обоснованную претензию, эту претензию подать в адрес той организации, которая каким-либо образом нарушила ваши права. Ну а чтобы подобные ситуации предотвратить, власти области разработали проект «Сделано на Дону». Его главная задача – все, что произведено в регионе, должно быть качественным. А чтобы зарегистрировать свою продукцию под этим брендом, каждому производителю необходимо доказать качество и пройти дополнительную проверку на соблюдение всех стандартов. Мы работаем сейчас над созданием системы добровольной сертификации. Почему мы пошли по этому пути? Дело в том, что мы полагаем, что те товары, которые будут производиться под брендом «Сделано на Дону», или те товары, которые получат возможность в процессе своей реализации сопровождаться этим наименованием, они должны отвечать несколько более высоким требованиям, чем те, которые заложены на сегодняшний день в действующих технических регламентах и стандартах. Итак, мы убедились, каждый из нас имеет право на качественный товар. А если вы все же купили непригодную продукцию, нужно отстаивать свои права. Для этого созданы специальные интернет-порталы, бесплатные консультации, виртуальные юристы. Но лучше всего быть внимательным самому себе и покупать надежную проверенную продукцию. Продолжение следует...